Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну вы там читаете пока про похудение, а я вот для избранных, для тех, кто меня просил устроить литературный вечер, сегодня стихи почитаю. Тем более у меня как раз вот ангела осталось 10 стишков, вот сейчас я их все 10. Ну помните ангелы, да, конечно помните. Вы помните, вы все, конечно помните. Мы с ангелом сходили на каток. Понравилось под музычку кататься, изобразили с ним почти что танцы с названием «Волшебный завиток». По-всякому скакали и кружили, потом тянуло всю неделю жилы. Мой резвый ангел под аплодисменты откалывал на льду такие пенки. С тех пор мой ангел на каток заладил, всерьез мечтает об Олимпиаде. Раз. Эй, где у меня стихи-то? Мы с ангелом сходили на футбол. Че это все спортивное? Мы с ангелом сходили на футбол. Один разок нам больше и не надо. Конечно, были мы ужасно рады, когда соперникам забили гол. Потом кричали «Бей! Оффсайд! Пасуй! Судье! Свисток куда-нибудь засунь!» Свистели, улюлюкали, орали, забыв про все приличия и морали. Пришли домой два выжатых лимона и порешили. Больше так не можно. А, вот. Но это не подумайте чего-то. Одна чикагская ангелица хочет со мною соединиться. Пишет, давай, приезжай побыстрей, душу стихами своими согрей. Город Чикаго пускай не столица, для приживания все же годится. Будем с тобой путешествовать в волю. Ты там давай, не раздумывай, что ли. Вовик собрался, погладил трусы. Скоро от счастья он будет косым. Так. Повадился мой ангел в интернет. Сидел часами в форумах и чатах. Потом модели крыльев распечатал. Штук восемь поразвешивал на стене. Завел друзей средь ангельского мира. Они там все такие же проныры. Смеялся ночью, не давал мне спать. Компьютер выключал примерно в пять. Потом качнул какую-то заразу и больше не ходил в интернет ни разу. Пошел мой ангел как-то по грибы. Поднялся рано к первой электричке. Еще ночные верещали птички. Отправился, ничего не позабыл. Вернулся он часов примерно в шесть. Сияет, как витрина в магазине. Слегка помятой и с пустой корзиной. Руками сделал характерный жест. Как оказалось в этой электричке, влюбился он в блондинку-медсестричку. Так. Прослышал ангел где-то про кумыс. Мол, он целебным свойством обладает. Разрисовал мне сказочные дали, и мы тотчас же в степи подались. В степях калмыцких вольно, хорошо. Табун мой ангел сразу же нашел. Немного покалякал, вижу, тащит. Кумыс в бутылках, аж на целый ящик. Теперь примерно раз в две-три недели мы вечерком с пиалами балдеем. Так. Решил мой ангел съездить в Голливуд, потусоваться там среди богемы. Наверное, у него сказались гены. Его прапрадед был придворный шут. Напялил фраг, отсутствовал неделю, болтался на тусовке в самом деле. Привез автограф, почему-то Буша. Его рассказы я как трейлер слушал. С тех пор, как только примет алкоголь, бормочет по ночам моя Николь. Сегодня ангел что-то приуныл. Ну не идет английский, хоть ты тресни. Учил по фильмам, словарям и песням. В конце концов сказал, что он дебил. Неделя иврит на китайский месяц. Три дня эстонский выучили вместе. А этот инглиш, пес его дери, какой-то прокаженный. Ван, тьфу, сри. Садится Боинг, тормозами пискнув. Мы знаем, ес, окей, бандам и виски. Сильнее всего люблю я тишину, когда покой так вкусно пахнет печкой. Смеркается, и наступает вечер. И воздаю я должное вину. И снова ангел этот образ милый, смешной, неугомонно и заводила. То в суете, то в горести, то в счастье. Один во всевозможных ипостасях. Но все живой, а вовсе не иконный. Опять ложится строчками покорно. И последнее. У ангела вскочил какой-то прыщ. Его он мазал йодом и зеленкой, бензином, скипидаром, самогонкой. К накожнику сходил за пару тысяч. Через неделю к бабке за полста. Все бесполезно, толку ни черта. Мой ангел загрустил, подпер щеку и позвонил домой гробовщику. Пока держал он трубку возле уха. Прыщ отвалился. Помогла старуха. Ну и все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова